Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 июня. Теперь во время утренних видеообзоров, наверное, за мной будет ходить целая вереница животных, потому что у нас сегодня у Мэри закончился карантин. Я ее тоже разрешила ей выйти в огород. Вот, короче, идет Мэри, за ней крадется Надюшка третьим рыжий кот. Вот. Сегодня я хочу показать, так как конец июня, хочу показать, какие томаты поспели на сегодняшний день. И в открытом грунте, и в теплице. Сейчас быстро пробежимся, и я назову вам прям по сортам, потому что многие просят, прям требуют, называйте сорта тех томатов, которые уже поспели. Вот сейчас пойдем, у нас будет экскурсия. Да, ведь Мэри? Пойдет помидорки смотреть? Перед тем, как мы пойдем смотреть помидоры, я хочу показать. Вот здесь у меня около каждого ряда я подсевала. К этому времени всегда почти есть второй урожай редисочек. Вот видите редиска. Потом тут у меня рукола. Потом сейчас дальше пройдем, покажу. Обязательно всегда сама в определенных местах, там, где есть немножко, несколько сантиметров свободной земли. Укроп. Вот он укроп. Как только, потому что первые посадки укропа, они уже немножко как бы состарились и выкинули эту, ну семена, такую стрелку. Сейчас вот этот укроп, как употребиться, буду сеять. Ну, короче, еще задолго до того, как этот уже съем, буду сеять в других местах еще, чтобы укроп и вот эта рукола и редиска все лето были свежими. Этой грядочки укропа, наверное, уже не будет, ее Мэри объела. Но ей тоже нужны витаминки. Я хочу приучить ее, чтобы она ходила по междурядьям. С самого детства буду приучать, чтобы она не портила грядки, чтобы ходила по междурядьям. У нас у соседей овчарка немецкая, огромная, без привязи и ходит строго по дорожкам, никуда не балуется, ничего не бедокурит. Хочу из Мэри вырастить такую же культурную огородницу. Смотрите, Надюшка следит. Тут у нас партизанка такая. Так, так, кто в мой огород забрался? Самым первым в теплице поспел ботяня. Поспел давно, едим его давно. Все, вот ботяня у нас лидер в этом году. Почти одновременно с ботяней поспел пудовик. Поспел тоже давно. Вот он. И, кстати, пудовик очень много навязал плодов. Все хорошо. Дальше сейчас пойдем. Даже раньше пудовика поспел томат русские колокола. Кстати, он спеет не только первые кисти, но вот уже и выше, видите, вот здесь высоко, уже следующие поднимаются. Дальше спелость. Очень быстро спеет. Поспел также любимый праздник. Поспело золотое руно. Выращиваю впервые. Похоже на русские колокола. Массово спеет бетта. Самые спелые я уже сняла. Из крупноплодных иностранцев начал розоветь розовый сибирский тигр, о котором я только что недавно снимала видео. Когда я снимала видео о розовом сибирском тигре, многие спрашивали, вот первый сорт, как называется первый сорт. Это король Лондон. Шикарный крупноплодный сорт. И еще многие спрашивали, что за сорт, который был перед этим сибирским тигром. Тоже всех заинтересовал, потому что он действительно очень так хорошо нагружен урожаем. Это вот тяжеловес Сибири. Крупноплодный, тоже очень урожайный сорт наш сибирский. В этой же теплице спеет Микада розовый огромные плоды, красивые. Тут же спеет клубника миссис Шлаумбах. Это тоже иностранка. Очень красивые такие, очень такие эстетические. Приятно смотреть. Крупные плоды, видите, вот в ладони. Ну и наконец-то поспели скороспелки. Поспелари нет. Вот, показывала там поспел Спиридон. Вот в уголке. Кстати, москвич, смотрите, даже еще не тронулся. Весь зеленый такой стоит. Со скороспелками нынче вообще странные вещи творятся. Поспел штамбовый засолочный. Ну выглядит таким. Не хочу говорить уродцам, но он похож на него. Потому что вот на улице, в огороде, на балконе, он у меня в кашпо, такой красивый штамбовый засолочный получился. Весь увешан плодами, плоды крупные. А тут вот эта красная дробь. Ну, конечно, это из-за жары. Ему здесь не понравилась, мне кажется, жара. Поспел ранний 83. И что самое интересное, он не помельчал. Плоды не стали меньше. Сейчас подойду поближе. Ой, подожди. Вот ранний 83. Плоды у него хорошего такого размера. Спеет массово. Ой. Спеет сибирский скороспелый. Но тоже он мне не нравится. Тут мелковат и плохо показал себя. Ему здесь тоже жарко, скорее всего. Так же, как и нашей Мэри. Пыхтит. Да? Жарко? Поспели ляны. Ну и в открытом грунте окончательно пока поспел только спиридон и ренет. Спиридон. Вот, когда я показывала, было несколько томатов. Сейчас уже пошли, ну, массово буреть начали. И поспел, конечно, ренет. Вот поспели на улице. Самые первые, это которые считаются ультраскороспелыми. Мы обыкновенные ранние томаты еще не поспели. Но тут мы немножко, конечно, уже пооборвали его, потому что он самый первый. И его чуть-чуть пообъели. В открытом грунте хоть и не поспели, но уже стали бурами. Это бета. Это золотой руну. Потом штамбовый засолочный. Вот видите, он у меня в ведре. Тут импровизированный огород на балконе шикарный. Много плодов. Весь увешан. Сейчас только что в теплице показывала, говорила, что он никакой. Вот уже спеет. Побурела скороспелка ляна. Ну и, конечно же, в это время, в третьей декаде июня, в пару к томатам для раннего урожая, которые поспевают. Вот очень много должно быть огурцов, которые выращиваются, тоже для раннего урожая. Они как раз в это время входят в такой пик плодоношения. У них начинается массовое образование завязей. И хорошо, если им все нравится, то обычно огурцов в это время море. Все. Вот так мы выглядим на 24 июня. Продолжение следует.